Человек написал мне из реанимации, и первая фраза заставила дочитать его письмо до конца, потому что она звучала очень интригующе. Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал. Уже картинка довольно славная. Человек под капельницей вот этот ду-ду-ду трясётся и ещё думает о чём-то. Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Ну, русскому человеку ведь не придёт на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашёл. Нашёл свободные кирпичи. На шестом этаже недостроенного дома. О, сколько энергии в русском мужике, да? А чё ему 300 раз туда-обратно сгонять за кирпичами для собственной пристройки? Надо отдать ему должное. Он изучил ситуацию. Он наблюдал. Оказывается, рабочие лебёдку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Когда рабочие уходили, в конце рабочего дня они трос привязали внизу. А бочку наверху оставили, чтобы её не украли. Им на ум не могло прийти, что произойдёт далее. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза поверила меня в истерику. Он пишет Смеркалось. Поэтичен русский мужик вообще должен сказать. Ну просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на шестой этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил так уж нагрузил по-русски. Чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. То есть, просто перегрузил. Я это называю неправильное планирование. Спустился вниз. Смеркалось. Выбрал руку покрепче правую. Привязал трос. Решил подтянуть. И отвязал конец. Поскольку бочка была намного тяжелее его. Ну, нечего рассказывать. Смеркалось, не смеркалось. Но он... Начал возноситься. Ну, а чего ха-ха? Красота над ёлками. Взмыл закат, смеркается. Видимо, любое с закатом он не заметил. Как пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. А ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Всё. Полетел дальше. И пишет, думал, конец. Всё. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает законы физики, судя по всему. Потому что они же есть. И длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дной кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалась. И знаете, вот кто как проводит вечер. Вот вы на концерт ходите. А этот разборки с кирпичами. В догонялки играть начал. Пролетая мимо третьего этажа. Он нижней половины туловища встретился с бочкой. Та ему отшибла всё оставшееся. Наконец всё. Упал. На кирпичи. Свои. Приматизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся... Его цитата из письма. Представьте, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Ты подождите, подождите. Дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он ещё в лунном свете любуется этим всем. А дальше я, правда, боюсь вам продолжать рассказывать, потому что дальше его фраза... Первое, что пришло мне на ум... Тихо, 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 тихо... На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет... С загадочным скрежетом на меня полетела тень. Наконец, бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. Но в какой это стране может быть?